Добрый день, друзья! С вами Дов. Сегодня мне принесли iPhone 3GS. Такая довольно старая модель. Не знаю, актуальна ли эта тема до сих пор. Практика показывает, что еще смотрят, ставят лайки, пишут комментарии. Поэтому давайте заменим. Модель 3GS. Так выглядит шлейф. Точно такой же шлейф идет на модель 3G. Поэтому 3G, 3GS замена шлейфа. Вот видите, кнопка не работает, верхняя. Снимаем, скручиваем телефон, снимаем нижние болты. Пересоской снимаем дисплейный модуль. Таким вот образом. Пока не отстегивайте его. Давайте сразу проверим. У нас рабочий шлейф. Отстегиваем старый. Вот он здесь. Я его отстегнул. Пристегиваем новый для проверки. Таким вот образом пристегнули. Вот я его пристегнул. Вот она у нас кнопка. On-off. Так мы ее здесь называем. Кнопка включения. Как видите, она работает, новая кнопка. Итак, выключаем телефон с новой уже кнопки. Снимаем новый шлейф. Снимаем экран. Дисплейный модуль, точнее. В него входит дисплей, тачскрин и нижний шлейф верхнего динамика и датчика. Итак, раскручиваем материнскую плату. Некоторых болтов нету. Кто-то до нас его уже разбирал по какой-то причине. Здесь должна стоять пломба. Ее нету. Вот под ней самый длинный болтик. Вот он. Запоминайте все болты, если ваш айфон первый раз раскручен. Если таковы еще есть. Снимаем слот сим-карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь болтов должно быть у вас. Вот здесь у меня не было болтика. Вот здесь, который с такой металлической планкой, который придерживает переднюю камеру. Заднюю камеру. Камеру. Она одна-одна на модели 3GS. Далее, значит, отстегиваем разъем Wi-Fi, шлейф, который мы сейчас будем менять. Приподнимаем камеру. Главную антенну. Вот шлейф. Шлейф, разъем гнезда зарядки. Вытаскиваем плату. Вот она у нас. Вот у нас рамка камеры отвалилась. Итак, разбираем следующие болты. Откручиваем планку. Прижимную кнопок регулировки звука. Она крепится тремя одинаковыми болтами. Тут, судя по всему, все болты перепутаны. Какой-то мастер сюда уже влазил. Далее, металлическое устройство для кнопки виброзвонка. Металлический суппорт такой, он алюминиевый. Тоже оно развалено у нас. Его тоже мы сейчас с вами заменим. Далее, болтик гнезда наушников откручиваем. Далее, это рычаг. Выемки сим-карты тоже снимаем. Отставить его снимать не надо. Давно уже просто не разбирал такие айфоны. Итак, снимаем гнездо. Два болта с самой кнопки включения снимаем. Они у нас одинаковые. Сняли два болта. Не так, вот так вот выглядит без шлейфа у нас каркас. Снимаем это пластиковый держатель кнопки включения. Снимаем металлический держатель кнопки регулировки звука. Вот он у нас. И металлический алюминиевый держатель кнопки блока. Вот он у нас сломанный. Сейчас я вам покажу новый. Мы его тоже заменим с вами. Ставлю на паузу. Итак, вот я нашел аналогичный, только целый держатель кнопки блокировки. Вот он у меня в руках. Этот старый можно выкидывать. Он очень часто ломается при падении телефона. Поэтому заказывайте их. Из десяти помененных шлейфов, вот таких, половину точно вы поменяете с заменой держателя. Вот этого металлического. Снимайте защитную бумажку. Со всех деталей, шлейфом. Итак, устанавливаем кнопку блокировки. Вот я вам показываю. Теряется резкость. Вот я вам показываю, как она устанавливается. Вот таким образом. Таким образом поставили. Концы придерживаем. Вот таким образом теряется резкость. Концы запаиваем паяльником. Таким вот образом. Вот я их расплющил. Кнопка блокировки звука готова. Далее. Далее ставим металлический держатель. Кнопки. Кнопок регулировки звука. Залип шлейф. Таким вот образом. Там есть метки. Вы видите, круглые. Прямо в них ставим. Таким образом. Закрыли. Залепили. Со всех сторон. Как выглядит у вас кнопка уже готовая звука. Далее. Что у нас осталось? У нас осталась кнопка включения. Также удаляем бумажку. Удаляем защитный пластик. Держатель кнопки включения устанавливаем. Тут есть две риски. Вот они у нас. Две метки. У них устанавливаем. С другой стороны заклеиваем. Скотчем. Все. Вот у нас шлейф готов. Осталось его установить. Наводим резкость. Итак, вставляем кнопку блок красной меткой вверх в свое гнездо. Вот мы ее вставили. Далее. Кнопка регулировки блокировки. Переключаем на низ. Таким образом мы ее устанавливаем. Она должна попасть в паз своей кнопки белой, которую мы только что поставили. Мы ее установили. Кнопку звука. Вот рамку установили. Она должна быть сверху. Итак. Закрепляем. Закрепляем. Закрепили. Давайте сразу попробуем. Кнопка должна переключаться. Вот видите, у меня клик идет. Вот у вас должно быть то же самое все. Если она не переключается, то выньте ее, попробуйте вставить снова. Значит, это означает, что вы ее как-то неправильно вставили. Или она просто запала. Держатель кнопок звука установили то же самое. У нас здесь отсутствует, оказывается, кнопка регулировки звука. Я ее не заметил. Вот она, видите, у нас здесь не было кнопки. Сейчас мы ее поставим новую. Вот так вот она выглядит. Мы подняли рамку металлическую. Антенну. Ставили кнопку. Зажали. Рамку опустили. Вот она у нас стала, видите. Итак, закручиваем держатель. Держатель кнопки блок. Сюда обязательно вкрутите болтик вниз. Вот куда я сейчас скручиваю. Без этого болта держаться просто не будет. Итак, проверяем клик. Кнопки все работают у нас. Далее устанавливаем гнездо зарядки. Давайте я вам покажу поближе. Оно сгинается. Видите, как оно у нас выглядит. Вот таким образом сгинается. И вставляется. Такой у нас пластиковый стояк. Если не можете вставить, то приклейте скотчем. Вот этот вот шлейф, чтобы он не дергался. Закрепляем таким вот длинным, самым длинным болтом в айфоне. Гнездо наушников. Закрепили. Установили шлейф. Склеили. Тут есть места перегибов. Их также сгибаем. Вставляем вот в эту выемку. Вот видите, как я вставил вкруглую. Как бы двойной шлейф сюда вставляется. Далее. Осталась кнопка включения. Вставляем ее таким вот образом сюда вниз. Закручиваем двумя болтами. Прижимную, пластиковую рамку вот эту вот вставили. Закрутили. Болтов не хватало у нас здесь, поэтому... Мразь запасные у меня, у меня их тут много. Установили. Так, далее у нас остался один болтик. Нужно вкрутить вот сюда вот в шлейф. С широкой шляпкой. Сюда вот в это отверстие. Прикручиваем его к держателю кнопки блок. Вот я вам показываю. И один болтик у нас остался на держателе регулировки звука. Закрепили. Здесь вот антенна Wi-Fi. Я тебе покажу вам поближе. Вот девятый номер. Антенна Wi-Fi. Вот здесь тоже должна прикручиваться к держателю кнопки, держателю блок. Но, видите, она тут у нас порвана. Ничего страшного. Это не означает, что Wi-Fi не будет работать. Она работать будет. Очень часто такое бывает. Нет смысла менять эту антенну. Можете прям так смело закручивать. Итак, все. Установили шлейф. Ставим плату. Забыли рамку камеры. Она ставится под шлейф. Шлейф ставится в свои пазы. Контакт антенны подогнем чуть-чуть. Все. Ставили плату. Застегнули. Закручиваем все болты. Сюда идет болтик со сплошной резьбой. В принципе, если перепутать, и тоже ничего страшного. Никак не повлияет на работу айфона. Итак. Вот он, тот самый держатель камеры, которого здесь не было, не хватало. Сейчас мы его с вами поставим. Вот так он выглядит. Закрутили. Закрутили. По-моему, финальный болтик остался. Антенну застегнули. Шлейф. Разъем шлейфа застегнули. Антенну Wi-Fi застегиваем. В принципе, все. Ставим экран. Разъем верхнего динамика с датчиком. Тачскрин. Дисплей. Включаем телефон. Судя по всему, батарейка у нас села. Подзарядили батарейку. Кнопка работает. Таким образом, меняется шлейф. Минут 15 у вас на все про все уйдет. Слот сим-карты обратно. Всем спасибо за внимание. Буду рад, если это видео еще будет актуальным. Всем удачного дня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.